Я бы Александру Михайловичу задал вопрос следующий. Вы формируете нормативку по критической информационной инфраструктуре. Логично то, что мы описываем решение квантовых коммуникаций, является по своей логике, конечно же, элементом такой критической инфраструктуры, защищают самые такие действительно критические точки. Вот как вы находите место в этой нормативной базе для квантовых технологий сегодня? Спасибо. Добрый день у вас, коллеги. Я немножко по прошлому вопросу дополнил. Ну, во-первых, цифры тоже в поддержке есть. У нас в своей экономике у нас проекты сквозных технологий, и там тоже соответственно мы участвуем. Значит, я бы дополнил, полностью поддерживаю Василия Ильича, но хотел бы дополнить, что скорее, мне кажется, что нужно не только иметь возможность и представлять это в массу, а, значит, нужно иметь ответы для разных уровней компетенции, задающих вопросов. Ну вот я когда учился, у меня был лектор по алгебре, он один входил где-то, так говорили, в пятерку десятка ведущих в мире. Вот. И он, когда студентам читал, да, ему вопрос задали, он на них просто отвечал, все понятно. Но потом я уже когда там сам уже стал, ну, ты будешь куда-то заниматься. И мы когда подходили с серьезным вопросом, мог вот это вот простое объяснение просто прямо вот логически перевести в более глубокое. То есть вот это в разрезе тоже не должно быть. То есть это вот, с моей точки зрения, неважный момент. Значит, ну, про регулирование. Регулирование все-таки здесь в большей степени в СТЭК ФСБ, коллеги, да, муниципы тоже принимают участие, в части вот этой вот зоны технологической независимости. Ну, посмотрите, об этом как раз вот говорили. Значит, у нас импортозамещение технологической независимости в Киеве. Значит, в текущей ситуации мы должны экстренно что сделать? Реально ЭКБ импортное, вот то, какое есть, программное обеспечение реально отзывает лицензии. То есть задача стоит, чтобы там вот через полгода, через год, там через 2-24 год просто закрыть, чтобы оно продолжало работать. Но, смотрите, вот технологии сами, вот 5G тоже, про них сегодня, например, на заседании говорил, сам технология 5G, она не российская. Не мы ее придумали, и мы когда хотим ее адаптировать, вот здесь в России принимаем, ну, да, мы там свои базовые станции будем, но на той технологии делать, да, будем встраивать средства информационной безопасности, криптографию, чтобы она надежна была. Но, значит, она не наша, на самом деле. Мы там как-то принимаем участие, но на самом деле мы не в первых рядах в этой технологии. А вот здесь не такая ситуация. Здесь реально квантовые технологии, мы погружены, мы где-то на мировом уровне работаем. Конечно, вот такие технологии нужно закладывать в базу, вот перспективные наши политические информационные инфраструктуры. То есть их вот сейчас пока, сейчас как раз идет этап, вот кроме того, что мы там конкретные программы обеспечения, баки, доверные строятся, будут проектироваться типовые узлы для критической информационной инфраструктуры. Я считаю, что вот здесь, конечно, обязательно должно найтись место для квантовых технологий. Так или иначе. Вот. Действительно, они сейчас еще не на той стадии, что вот их можно прямо брать и массово все внедрять. Ну, тут тоже нужно понимать, что это сложнейшая технология, она перспективная, но шаги здесь не такие, что вот мы, да, мы научились один квант, один фотон передавать, телепортировать. Ну что, давайте строить там телепортер на Марс, здание уже построим, да, охрану поставим, регламент все сделаем, коллектив наберем, который полетит, да, ну, а вот промежуточная история, вот ее здесь еще нужно проходить. То есть надо, с моей точки зрения, так и надо относиться, что это наша, в том числе, российская технология, которую мы полноценно владеем, ее надо планово постепенно внедрять. Здесь не надо бежать вперед, там, где уже есть конкретные решения, их надо пытаться встраивать, где их пока нет, вот, просто предусматривать в этой вообще большой стратегии импортозамещения, вот место для квантовых технологий, оно обязательно должно быть, оно должно увеличиться. По поводу сертификации хочу сказать, что да, здесь и в Киеве, и по поводу, соответственно, квантовых сообществений, вот мне вот дали информацию, что, ну, во-первых, есть требования ФСБ, по времени требования к квантовому распределению ключей, и вот уже первое сертификационное исследование были проведены, дано положительное заключение 30-го на 9-го, 22-го. То есть, вот в сентябре, соответственно, уже есть артифицированная квантовая система. Спасибо. Да, спасибо. А вот еще одно такое дополнение. Что-то фонет, давайте. Когда мы начали развивать, развиваем квантовые технологии, это, кстати, вот пример с квантовым превосходством, который Google показал. Они показали превосходство, сказали, классический компьютер будет 10 тысяч лет считать, мы за 3 минуты посчитали, а потом IBM, которая сделала классический компьютер, сказала, вы, ребята, в Google программировать не умеете, мы сейчас там напряжемся, и сказали, нет, никаких не 10 тысяч лет, а там 3 дня, условно. И это позволило начать развивать быстрее классический алгоритм. И тут похожая штука случилась в квантовой криптографии. Появился целый рот задач, Quantum Inspired алгоритм называется, то есть квантово-инспирированные. Люди, которые понимают, как работает квантовый компьютер, что-то придумывают. Либо постквантовый алгоритм, например, алгоритмы, которые будут устойчивы против квантового компьютера. И такой стек алгоритмов уже сертифицироваться начинается там Нистом. Но в России, опять же, есть хорошие заделы, правда, непонятно, куда их теперь отнести, эти постквантовые алгоритмы, в старую историю их не берут, в новые тоже, говорят, вы не совсем квантовые. Может быть, их тоже как-то предусматривают, таких мест в критической инфраструктуре информационной. Тем более, что мы тут уже, скажем так, не последнее место в мире занимаем. Да, спасибо. Но смотрите, здесь для того, чтобы эту историю продвигать, нужно иметь очень точное для себя понимание ответа, вот, по крайней мере, для тех, кто-то сами разрабатывает, какие преимущества есть, собственно, вот у квантовых систем, у квантовых, у постквантовых. То есть, тут должно быть точно ясно, что вот здесь преимущество есть, здесь, там, допустим, его пока нет. Это как бы, но при этом это можно подавать, там, в разном свете, но для себя, по крайней мере, нужно иметь совершенно точный ответ для того, чтобы это все дело внедрять. Значит, ну, вот про квантовую криптографию, если брать саму, не квантовую, да, квантовую криптографию, квантовое распределение ключей, на самом деле, да? У нее есть конкретные преимущества, но они, в какой-то степени в стойкости, но есть другие стойкие криптографические алгоритмы. Есть, на самом деле, вот, постквантовая криптография, это криптография устойчивая к квантовому компьютеру. То есть, если будет создан квантовый комплект с большим числом кубитов, правильно, то тогда, тогда асимметричные квантовые, асимметричные криптографические системы, они будут слабы по отношению к нему. Бироблочные системы, вот, так называемый, там, ОСТ, АЭС, там, наверное, многие присутствуют, они устойчивые, пусть даже квантовый компьютер, в принципе, не вскроют. Вот, а вот, но вот асимметричные, он может вскрыть у нас, там, вся банковская система, вся, там, электронная подпись, она на них держится. Какие перспективы? Когда будет создан квантовый компьютер, там, ну, с тысячами, с десятками тысяч состояний. Когда это произойдет? Ну, наверное, в перспективе произойдет, думаем, что... Но, конечно же, работать в этом направлении надо, потому что, особенно тем, у кого секреты требуют сохранить долго, да, вот, правильные секреты государственные у нас, и сейчас в Великой Отечественной войне некоторые не открыты, да, то есть это, вечно, 25-50 лет, к тому времени возможно, и, наверное, да, наверное, будет создан квантовый компьютер. Поэтому я считаю, что это, конечно, область перспективная, просто, ну, к ней, опять же, относимся критически, понимая, что, значит, постквантовая криптография это не единая панацея для всего, она свое место важное, очень важное, на самом деле, опцию защиты информации должны занять. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok